Честно скажу, я не помню, чтобы я обещал делать разбор этого ролика, но один из наших подписчиков в комментариях написал, что я обещал. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, как увеличить количество подтягиваний и рассматривать методику Александра Борисова, который говорит, что по его методике можно увеличить количество подтягиваний с 15 до 35 за 3 месяца. Это секретная методика спортшкол СССР. Перед тем, как мы сегодня начнем, хочу сказать сразу, что, в принципе, ничего сложного в увеличении количества подтягиваний на перекладине нет. Это вопрос дисциплины исключительно. И понимание того, что ваши мышцы содержат в себе два основных компонента – митохондрии и миофибрилы. Миофибрилы отвечают за силу, митохондрии отвечают за выносливость. Чем больше у вас митохондрий, тем больше у вас будет выносливости. Однако в рамках одной миофибрилы количество митохондрий ограничено, хотя и можно их наращивать. И, соответственно, чтобы у вас в целом было больше митохондрий, у вас должно быть больше миофибрил. Это вводная такая небольшая часть. Я сделал отдельный ролик про митохондрий и миофибрилы. На Boosty он уже выложен в текстовом виде, поэтому все, кто нас поддерживает на сайте Boosty, могут его уже прочитать, ознакомиться. Ну, а всем остальным придется немножко подождать, пока я это все оформлю в виде полноценного видеоролика. Таким образом, количество вариантов, способов достижения этой цели, увеличения количества подтягиваний, их бесчисленное множество. Конкретная программа здесь не имеет такого важного значения, как то, что вы будете исследовать, и вы будете обеспечивать прогрессию нагрузок в части интенсивности и объема. Это то, что нужно понимать. Если вы усвоите этот момент, дальше ничего сложного не будет, просто регулярно занимайтесь, и со временем вы будете подтягиваться 15, 20, 25, 30, 35 раз, потом вам все это надоест. И вы уйдете в силовые подтягивания до груди, до живота, чтобы количество было небольшим, а нагрузка была высокой. По крайней мере, это именно то, к чему я пришел. Да, гораздо приятнее, чтобы тренировки были непродолжительными и эмоционально не выматывали, потому что каждый раз выкладываться на 35-40 подтягиваний в подходе, это очень и очень тяжело с точки зрения вот именно эмоционального настроя и умения держать фокус. Тем не менее, те, кто ставит перед собой цель увеличить количество, давайте посмотрим, что нам будет советовать сегодня Александр и разберем его советы. Погнали! Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу о том, как поднять свои подтягивания с 15 раз до 35 раз за 3 месяца. Кому это может быть максимально полезно? Если вы более-менее умеете подтягиваться, но все еще в районе 10-15 раз подтягиваетесь, как резко поднять свою силу и выносливость? Есть одна история. Мне было где-то лет 15-16, 2007 год, я готовился к соревнованиям по палеотлону. Это лыжи, подтягивания и стрельба, там все баллы. И у нас была задача поднять максимально подтягивания. Я на тот момент подтягивался 15 раз, мой друг подтягивался также по секции, по спортивной, раз 17. Нам тренер дал одну программу, такую еще советскую, наверное, спортивную, да? И мы по этой программе подняли подтягивания я до 35 раз, он где до 38 раз. И благодаря этому мы выполнили нормативы на кандидата в мастера спорта по палеотлону. Сразу же нужно отметить тот факт, что в палеотлоне непривычные вам подтягивания. В палеотлоне используется гимнастический турник, который пружинит. И, соответственно, подтягиваться на нем, ну, процентов на 30, если не 40, вам будет легче. Просто можете сравнить свой максимум на жестком уличном стритворкаут турнике. И если где-то найдете на улице, или найдете в секции, в спортзале, или у себя в школе найдете гимнастические турники, вдруг их еще не спилили, сколько вы подтянетесь на нем, вы увидите, насколько там проще подтягиваться. Хотя диаметр перекладины поменьше, держаться тяжелее, но вот именно само движение за счет того, что перекладина пружинит, гораздо легче. То есть 35 подтягиваний в палеотлоне на подпружиненном турнике, это примерно соответствует, я думаю, где-то 20-25 подтягиваний чистых на стандартном уличном турнике, что гораздо более скромно, но, тем не менее, все равно очень хороший результат. Что это за техника? В этом видео вы узнаете, как резко поднять свои подтягивания, силу, выносливость. Резко поднять силу и выносливость невозможно. Хотя бы по той простой причине, что вашему организму требуется время на то, чтобы построить все эти новые структуры, построить новые миофибрилы, построить новый митохондрий. И вопрос идет о неделях, чтобы вы понимали. Поэтому резко, так что вот за одну тренировочку, нет, нет. Кто-то, безусловно, сможет сделать это быстрее, но для большинства я бы не ставил 3 месяца, ребят. Это реально 3 месяца, это очень небольшой промежуток, чтобы подняться с 15 до 35. Но также, если вы вообще очень мало подтягиваете, меньше там 5 раз в конце, я вам дам инструкцию, что делать, если вы вообще очень мало подтягиваетесь. Первое. Чтобы понять принцип, от чего растут ваши показатели в подтягиваниях, вообще в силе, в таких вот циклических упражнениях. Сила – это не циклические упражнения, да? То есть, когда вы работаете на количество, вы работаете на выносливость. Сила – это вот на одно повторение единственное. Все, что уже больше одного повторения, это уже уход от силы в сторону выносливости. Этот момент нужно понимать. Поэтому, что он сейчас будет объяснять, я не знаю. Хочу рассказать про очень важное заблуждение, как это обычно тренируют подтягивания, тренируют методом лесенга. Может, вы знаете его? Давайте я нарисую, как он выглядит. Пойдем. Итак, смотри, что за метод такой лесенка. Наверняка вы видели, да, ребята во дворе подтягиваются, подходят к турнику и подтягиваются сначала. Один раз, два, три, четыре, пять, ну и так далее, и так далее. То есть, такая у нас идет раз, два, лесенка и так далее. До скольки могут подтягиваться, там, до семи, до восьми, до десяти раз, может больше, и все, и заканчивают. Иногда бывает такое, что еще с лесенки спускаются вниз. То есть, здесь у нас там шесть раз, потом пять, четыре, три, два, один. Вот такая история. Очень популярный метод тренировок, но у него есть одно огромное заблуждение. Он, короче, вообще не работает. Это такой дворовый пацанский метод. Я не знаю, какого года этот ролик есть, тут рассказывается про лесенку, потому что я про нее не слышал уже, наверное, лет пять, может быть, семь. Тем не менее, говорить о том, что метод не рабочий, в корне неправильно, потому что он работает. И огромное количество людей, благодаря ему, смогли увеличить количество подтягинений. Он не самый эффективный, безусловно. Есть гораздо более эффективные методы. И сейчас я послушаю критику Александра, а потом скажу свое мнение насчет недостатков метода лесенки. Но говорить, что он не работает, это, не знаю, идти против истины. Я даже уверен, что в комментариях найдется куча людей, которые напишут, что они с помощью лесенки смогли увеличить количество подтягинений. Но в нормальных спортивных секциях и так далее, на разряды, им вообще не занимаются. Почему? Да потому что пока вы поднимаетесь по лесенке до такой более-менее усталости, вот в первой половине, у вас мышцы вообще не работают ни на выносливость, ни на силу. В конце они резко устают, у вас остается в реальности 2-3 нормальных подхода на реальную работу мышц. Потом все, снова в никуда. Часто еще даже с лесенки обратно не спускаются. То есть это прогресса в росте не дает никакого. Да, да, действительно, критика по существу. Дело в том, что пока вы делаете маленькое количество, единственное, что у вас начинает болеть, это мозоли от того, что вы постоянно спрыгиваете, запрыгиваете, внутренне спрыгиваете, запрыгиваете. Именно поэтому, кстати, я в перчаточках. Рекомендую всем приобрести, если вы собираетесь много подтягиваться и вам не нравятся мозоли. И большую нагрузку вы получаете именно только вот в самых последних подходах. То есть это, наверное, предпоследний, да, как он сказал, последний. И если вы идете вниз, вот еще там 1-2 подхода. Это нагрузка, которая будет именно развивающей, будет стимулирующей. Чтобы мышцы росли, чтобы они становились более выносливыми, нагрузка должна быть стрессовой. То есть то количество повторений, которое вы делаете, оно должно давать стресс. Именно поэтому 1 подтягивание, 2 подтягивание, 3 подтягивания, если вы уже там 10 раз в подходе делаете, они никакого стресса для вас не дают. Они просто создают небольшое утомление и даже таким образом мешают вашему дальнейшему прогрессу, потому что вы потом не сможете выложиться на максимум. Именно по этой причине, из-за того, что у вас в этой методике большое количество неэффективных подходов и маленькое количество эффективных подходов, она не является эффективной. Но тем не менее, если вы будете выкладываться на максимум в лесенке и ходить еще вниз, она будет работать. Просто она будет неэффективно работать. Можно придумать гораздо более интересное. А так, да, критика абсолютно обоснована. Но это не делает метод нерабочим, делает метод неэффективным. В дополнение пару вопросов про технику подтягивания. Как это лучше делать? Смотрите, какие бывают ошибки. Первое – это дергание. Когда вот так вот, вот так вот, дергание, да? Почему это так? Потому что у вас мышца не может работать нормально во всем диапазоне. И в начале, в конце она не может, не получается у нее. Поэтому лучше ее тренировать. Реально приучайте себя подтягиваться без дергания. И далеко вы так не уедете с ними, это точно. Ну, не хочется опять про правильно-неправильно затирать длинную-длинную речь. Поэтому просто скажу, что если ваша цель – мышцы и выносливость, и вы хотите подтягиваться чисто, то никакого смысла в таких вот дерганиях действительно нет. Чтобы понимать, откуда у вас растет именно выносливость, сила, вам надо понимать, что такое рабочий диапазон ваших мышц. Представьте, есть автомобиль, да? И вот вы едете на нем, и у вас рабочий диапазон оборотов. От 2000 обычно там до, ну, допустим, до 6000 оборотов. Это диапазон, в котором эффективнее всего работает двигатель на оборотах, да? Ниже 2000. Ну, вряд ли будет хорошо ехать выше, уже все перегревается и так далее. С вашими мышцами то же самое. Вам нужно каждый раз, каждый подход работать в эффективном диапазоне повторений. Смотрите. Вот ноль. Вот там много повторений. Это ноль, это ваш предел. Но, допустим, если 15 раз предел, да, ну, допустим, как с 15 раз поднятие выше, да? Где здесь работать? Сколько раз нужно подтягиваться, каждый подход? По нашему опыту, по опыту там сотен ребят, которые через раз проходили в рокауте, через тренировки и так далее, самые опытные это где-то вот начиная от 40% до 70%. То есть, если у вас максимум 15 раз подтягиваний, да, то будет где-то от плюс-минус 6-7, допустим, 6, и до, в этом случае, до 10. В этом диапазоне вам нужно работать каждый свой подход. Этот метод, кстати, очень похож на то, что используют спринтеры. На сайте Workoutso есть отдельная статья про использование вот бегового метода интервального для тренировки количества подтягиваний. И там тоже за счет фиксированного количества относительно небольшого от своего максимума и небольших перерывов отдыха вы со временем научите свой организм не закисляться, да, стать более выносливым и, соответственно, будете больше подтягиваться. Но, но, нужно понимать, что это работает только в очень ограниченных пределах. Что касается вот этого вот подхода с конкретным указанием, то Александр почему-то ничего не сказал, может быть, скажет в дальнейшем, не знаю, про время отдыха, от которого также зависит то, сколько повторений вы сделаете. Потому что если у вас между подходами большое время отдыха, и вы, получается, не дорабатываете в каждом подходе, вы могли бы выкладываться на максимум, давать большую нагрузку по интенсивности и по объему, затем отдыхать и делать еще один большой объемный подход, а вместо этого вы делаете вот эти вот половинки, то тренировка будет менее эффективна. С другой стороны, если у вас небольшое количество отдыха, скажем, 30 секунд, 60 секунд, да, вот 30-60 секунд, про время отдыха оптимальное я сделаю еще отдельный ролик, в котором с научной точки зрения разберу все имеющиеся исследования и объясню, почему оптимально 60-90 секунд по наибольшему количеству исследований, вот выяснилось так, что 60-90 секунд это оптимальный промежуток, который дает наибольший отклик для мышц, но это отдельная тема. То, если у вас небольшой отклик, то, естественно, если вы отдыхаете немного, то мышцы не будут успевать восстанавливаться на полную, если вы сделаете подход на максимум, вы не сможете восстановиться настолько, чтобы делать еще один подход на максимум. А вот если вы сделаете подход на половину своего максимума, за минуту восстановили, сделали еще подход и так далее, и так далее. И в этом режиме тренировочном можно работать, и он тоже будет давать результат, особенно, когда речь идет о небольших количествах. Аналогия может быть с марафонцами, да, нельзя пробежать марафон, марафонную дистанцию научиться бегать, да, сколько там, 42 километра, не бегая сам марафон, даже если вы будете бегать по 5 километров, по 10, да, с этого начинают, естественно, там, по 20, но потом вам надо начинать бегать с марафона, чтобы организм был готов к этому уровню нагрузки. Следующий вопрос про ширину хвата. Узко, широко, там можно долго рассказывать, очень долго, просто это вам пока не надо забейте, делайте полторы ширины плеч. Это вот, вот так. Про ширину хвата я согласен. На самом деле, многие новички слишком сильно загоняются по вопросам, которым им вообще не нужно на данный момент уделять внимание, поэтому, если вы не знаете, зачем использовать тот или иной хват, кроме как потому, что какой-нибудь там блогер в интернете сказал, что вот этим хватом надо подтягиваться на бицепс, не надо. Используйте обычный хват сверху, на ширине, плюс-минус полторы ширины плеч, как вот Александр показал, и все. В какой-то момент вы поймете, что нужно что-то менять в своей жизни, что нужно что-то добавлять, но вы уже будете понимать, зачем вы это делаете. Не нужно просто повторять. Нужно всегда понимать, что вы делаете и зачем. Но, в чем соль? Вряд ли вы сразу в нее зайдете, сначала вы сможете сделать больше, а потом вы такие подустали резко и снова можете сделать. Как из него, короче, не выпасть? Как каждый подходит делать вот столько от количества раз, да? Есть следующая механика, называется она работать на определенное количество раз за тренировку. Как это выглядит? Смотрите, пришли вы на свою тренировку по подтягиванию. У вас задача поднять количество. У вас есть там, на самом деле, всего, ну, 20-30 минут. Я все-таки общаюсь с теми людьми, кто не упоротые спортсмены, и там никто там ленивая жопка сидит дома, а кто просто там работает, какие-то свои дела есть, но заодно он хочет реально получить хорошую форму и так далее. То есть я пишу те видео, которые я хотел бы увидеть сам когда-то. За 20-30 минут хорошую форму не сделать. Вот как бы, извините, конечно, ребят, но может быть кого-то расстроил, но не сделать. 20-30 минут у вас, если вы просто люди, которые работают, ведут сидячий образ жизни, у вас будет просто занимать разминка, чтобы вы там не травмировали свое неподготовленное тело, перед тем, как будете давать нагрузку, тем более в большом количестве повторений, в подтягиваниях. Так что, нет, 20-30 минут это ни о чем. Час. Час тренировка будет занимать, да, вот как бы... Это уже реалистично. Час, 3-4 раза в неделю, то есть 3-4 часа в неделю, плюс какая-нибудь дополнительная активность. Вот это может дать результат. Это 20-30 минут, это чуть лучше, чем вот эти вот серии роликов, которые вы смотрите, там, пресс за 5 минут. Вот Дикий Лось любит снимать такую ерунду, как накачать огромные мышцы за 5 минут в день, даже Женя, там, Войтенко снимал. Это не работает. Не получится так. Просто потому, что вы не сможете вместить интенсивность и объем, который нужен будет для вашего дальнейшего роста с какого-то момента. Поскольку на улице еще довольно прохладно, особенно, когда просто так стейши болтает, что не только я мерзну, но и техника мерзнет, и врубается, и батарейки не хватает на полную съемку, поэтому приходится менять, и, соответственно, возникают вот такие вот склейки, скажем так. О чем еще хотел сказать, перед тем, как мы продвинемся дальше. Когда он говорит о диапазоне, там, 40-60% дает какие-то конкретные цифры, то я не стал задаваться вопросом, откуда он их взял, потому что я уже видел эту схему в беге, и она там довольно популярна, когда учат спринтеров бегать и улучшать их показатели. И, соответственно, там, наверное, можно найти источники и исследования, откуда это взято. Я не смотрел, хотя по-хорошему это следовало сделать, чтобы понять, откуда вообще он это взял. Но, как я уже сказал в самом начале, вопрос увеличения количества подтягиваний на таком небольшом количестве, там, 15-35, это не мировой уровень. Это не мировые рекорды. Это уровень выше среднего, но к которому любой человек, достаточно упорный, в течение определенного времени тренирующегося сможет прийти. То есть, может быть, это не 3 месяца, может, это займет полгода, может быть, это займет год, может быть, 2 года. Но если вы прям целенаправленно, регулярно, дисциплинированно тренируетесь, повышаете нагрузку, вы придете к этому уровню, вы сделаете его и, не знаю, порадуетесь. Поэтому программы могут быть самые разные. Здесь важна дисциплина, регулярность тренировок, повышение нагрузок. Так что, если я найду во время монтажа этого ролика источники, я их, естественно, приложу. Если я их не найду, то не обижайтесь. Потому что искать все источники, откуда люди берут из головы цифры, особенно когда, в принципе, это не противоречит ничему, то у меня просто нет пока времени. Ну, а мы продолжаем. У вас будет актуальный вопрос. Будут соскальзывать руки часто. То есть, либо турник тонкий, либо где-то в этом на улице будете, либо у себя дома. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был либо шершавый турник, либо достаточно магнезий, чтобы ваши руки не скользили. Лямки и так далее, прочие вещи я не рекомендую, не надо. Это ослабляет сильно кисти, но просто сделайте так, чтобы он был шершавый. Такая история. Что касается хвата, то, в отличие от Александра, я с ним не согласен, я рекомендую не магнезию использовать, а перчатки. Например, вот перчатки Workout F2 с ладонью из натуральной кожи, которые обеспечивают повышенное сцепление руки, с перекладиной и, соответственно, надежный хват. Почему я больше люблю перчатки? Потому что, в отличие от магнезии, во-первых, они не пачкают все вокруг, везде, и не могут просыпаться в рюкзаке и погазить все, что там находилось. А второй и более важный момент, они также защищают руки от мозолей. Потому что мозоли, это не самая приятная вещь, особенно когда вы много подтягиваете, здесь вы планируете подтягиваться десятки, сотни раз на тренировку, и вот мозоли могут стать реально большой проблемой. Вот чтобы этого не было, используем перчатки, здесь внутри мягкие подушечки, именно в тех местах, где чаще всего образуются мозоли, и, соответственно, рука надежно защищена. Так что здесь два в одном, и хват, и защита от мозолей, и все модели во всех размерах уже доступны на сайте магазина workoutshot.ru, это генеральный спонсор нашей программы, который обеспечивает нас за этими перчаточками и прекрасными футболочками сегодня. Заходите, заказывайте и тренируйтесь с комфортом, а мы продолжаем смотреть ролик. Вы ставите себе цель, если, допустим, вот условно, у вас 15 подтягиваний сейчас, ставьте себе цель за тренировку суммарно потянуться 50 раз. Что это значит такое? 50 раз подтягиваться за тренировку суммарно. Вы подходите сначала, да, вот у вас турник есть, делайте разминку, руки размяли, там, запястье такое размяли. После этого вы подтягиваете, там, не знаю, разминочные раз 5. После этого можно выходить, там, 2-3 подхода на свой максимум. Там у вас будет, допустим, там, 15, потом 14, и все. И все следующие разы нужно делать на максимум. Так, 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 какой максимум? Буквально несколько минут назад он объяснял нам, что нужно держаться рабочего диапазона, да, 6-10 повторений, потому что выше там двигатель будет перегреваться. Сейчас он говорит про максимум. Что-то здесь не сходится. Что-то здесь не сходится. То есть это совсем другая методика, когда ты работаешь на максимум. Это не то же самое, когда ты работаешь в части своего диапазона. Ну, не то, что прям 100% максимум. Где-то там процентов будет у вас 80-90. Но они все эти подходы у вас будут вот в этом диапазоне. Скорее всего, они все будут в этом диапазоне. Если вы можете сильно больше сделать, там, 12-13, так далее, то все-таки старайтесь здесь сделать. То есть вначале мы делаем несколько подходов на максимум, а затем мы падаем и делаем в диапазон. Мне непонятно, как это должно работать. И самое главное, он пока ничего не сказал про время отдыха. Потому что очевидно, что если вы делаете подход на максимум, то время отдыха у вас будет больше, чем если вы делаете их не на максимум. Потому что при максимуме в 15, чтобы сделать в втором подходе 14, нужно отдохнуть гораздо больше, чем чтобы сделать во втором подходе те же самые 10 или 8 повторений и попасть в этот диапазон. Апрель на дворе, да? Может, между подходами делать подходы разминочные, типа, ща, короче, что-нибудь придумаю, может, поджимаюсь, чтобы согреться. Так, фух, я чуть-чуть подсогрелся, и думаю, до конца ролика мне этого хватит, но, конечно, все ради вас, в такую погоду я бы не стал выходить тренироваться еще пока, ну, кстати, нет, тренироваться я бы стал, а вот снимать, снимаю чисто ради вас в такую погоду, потому что обещал, потому что уже очень давно не выходило видео, а вы нас поддерживаете на сайте Boosty все это время, ждете новые ролики, новые разборы. Я понял, что должен был начать как можно скорее, я ждал в марте, ну, в марте была плохая погода, вот, начался апрель, и все, погнали. Никаких отговорок, выхожу каждый день, снимаю видео, отдаю на обработку, и так будет, пока я не отдам все долги, пока я не сниму все видео, которые я обещал. Фух, погнали, тут чуть-чуть осталось. Сколько делать перерыв? Обычно 30 секунд-минута, больше не надо. Так, вот про больше не надо, кому не надо? Как я уже говорил чуть ранее, исследования показывают, что оптимально, оптимально, 60-90 секунд, 60-90. Я просто скину здесь несколько исследований, чтобы вы могли сами почитать, если захотите, а так в отдельном ролике про время отдыха все расскажу, но тренировки бывают разные, да, тренировочные планы бывают разные, подходы, методики, все это может варьироваться, поэтому в данной конкретной 30-60, ну, я не знаю, вы не сделаете после 15 подтягиваний в первом подходе на максимум, вы не сделаете через минуту еще раз 14 или 15, просто нет. В лучшем случае 10, а на самом деле, скорее всего, будет 8 повторений, это нужно понимать, поэтому количество у него уже начинают какие-то странные быть, как-то все не бьется, но общий план, общий план, как я и говорил, да, у вас небольшое время отдыха, и вы работаете вот в этом диапазоне, примерно 50-60% от максимума, да, где-то так. В итоге у вас за тренировку суммарно получится 50 раз, это первый день. Следующее, если вдруг вы там подтягиваетесь меньше 10 раз, да, и вам не хватает мощности, чтобы набить большое количество. Мощность – это работа, деленная на время, как мы знаем из курса физики. Я не понимаю, не хватает времени, что ли, он имеет в виду за тренировку и сделать нужное количество повторений, или как? И он имел в виду, что не хватает сил, не хватает выносливости, чтобы сделать. Берете резину, вот такая резина, она длиной где-то около метра сложенная, да, вот так вот ее перекинуть, вставляем ногу, и мы сразу можем делать больше 10 раз. К чему была вообще эта вставка? То есть, ну, не можете вы сделать больше 10 раз, и что? Делайте то количество, которое можете. Использование резины в данном вопросе вообще мне непонятно, то есть. Зачем? Вот этот момент у меня возник и реально вызвал вопрос, зачем здесь резину приплели? Если кто-то понял, что хотел сказать Александру, напишите в комментариях, может быть, это я сейчас не догоняю, у меня на холоде, может быть, мозги немножечко замерзли. На второй день у вас день, допустим, перерыва, но вам нужно подтянуться там хотя бы раз 10-20 за пару подходов. Для чего это нужно? Вам нельзя делать дней без подтягиваний. Почему? У вас есть тонировочный день, у вас мышцы закислись, там куча всяких веществ, там и так далее, все это надо, короче, вывести. Оно может у вас застояться, и нормальное восстановление не пойдет. Что за чушь он несет? Что-то может застояться. Все, что у вас закисляется в процессе тренировки, молочная кислота и прочее, оно выходит из мышц буквально в течение часа-двух после тренировки. И боль на следующий день, которая возникает, она вообще никак не связана с тем, что у вас что-то там застоялось. Ничего у вас там не застаивается в такое количество времени. И, соответственно, таким образом, это его обоснование необходимости тренироваться каждый день и делать небольшие тренировки между своими тренировочными днями. Абсолютно антинаучно. И он себя называет тренером, ребятки. Кто-то ему деньги платит за то, чтобы тренироваться. Но если вы потянетесь хотя бы там раз 20 фумарно, да, за несколько подходов, у вас гораздо быстрее все восстановится. Во второй день вы делаете 10 на 3 и все, и не палитесь. Если вы новичок, действительно с нуля занимаетесь и очень мало подтягиваетесь, есть совет, который многие дают спортсмены, но, по-моему, он абсолютно нерабочий. Сколько мы обучали новичков, хрен кто так научился подтягиваться. Говорят, вы просто делаете негативные подтягивания. Что это такое? Это когда запрыгиваешь и медленно опускаешься. Типа и медленно опускаешься. Я тебе скажу, мы в Челябинске сотни людей тренировали воркауту, приходили новички. Хрен там кто так научился подтягивать. Вот хрен там. Почему? Потому что ты больше задолбаешься так запрыгивать и опускаться, но задолбаешься быстрее, чем что-то натренируешь. Вам необходимо нарабатывать всю длину работы мышцы. И это должно быть подводящее упражнение. То есть полноценное подтягивание точно такое же, но только со сниженной нагрузкой, чтобы вы могли тоже число раз наработать. Давайте сразу. Негативные подтягивания работают, потому что подтягивание как движение состоит из двух частей. И из позитивной фазы, и из негативной фазы. Соответственно, тренировка отдельной негативной фазы, она также дает стимулирующий эффект. Более того, с точки зрения ваших мышц, вообще нет никакой разницы между позитивной фазой и негативной, потому что вы преодолеваете сопротивление силы притяжения земли. Когда вы тянете себя вверх, и точно так же вы его преодолеваете, когда вы опускаете себя медленно и подконтрольно вниз. Поэтому говорить, что негативные подтяги не работают, это просто куром на смех. С другой стороны, есть действительно более эффективные для начинающих упражнения, которые позволят им лучше понять, как работают мышцы в этом упражнении, привыкнуть к технике, и при этом имеют меньший уровень нагрузки, чем обычный подтягивание. Речь идет про австралийские подтягивания, речь идет про подтягивания с резиной, речь идет про обратные подтягивания и все остальные варианты. И я тоже считаю, что негативные подтягивания не являются самым оптимальным упражнением, тем более для новичков, потому что нагрузка в этом упражнении очень большая. У начинающих еще нет достаточно сил для того, чтобы удерживать себя и опускать себя подконтрольно медленно вниз, и поэтому они не смогут получить весь тот эффект, который может дать это упражнение. Однако, если вы посмотрите на абсолютно все методики по изучению подтягивания, например, на одной руке, там всегда есть статические висы на одной, и есть медленно-негативные опускания вниз, потому что это действительно работает, работает. Но там уже очень высокий уровень, и там люди имеют возможность получить все эти преимущества, которые дают негативные. Новички же зачастую будут запрыгивать, снизу это тяжело делать, да, можно поставить какую-то тумбу, встаешь на тумбу, и они будут просто ронять себя вниз, особенно если мы говорим про полных новичков, полных во всех смыслах этого слова, они будут просто ронять себя вниз и не понимать, что происходит. И в этом плане, да, я согласен с Александром, что нужно использовать другие упражнения, но абсолютно не согласен, что негативные бесполезны. Нет, негативные подтягивания это отличная, отличная штука. Это как инструмент. Каждый инструмент имеет свою цель, свое предназначение, нужно уметь их использовать в нужный момент. Если вы будете микроскопом забивать гвозди... Это будет не очень эффективно, хотя тоже будет работать. Следующий идет, третий день. Вы к 50 прибавляете 10. Серьезно. То есть здесь уже не 50, здесь уже будет 60. Все. И по такой же схеме работаете. У вас по факту получится тренировка чуть-чуть по времени удлиняется, но у вас поднимается количество раз. Таким образом, за 3 месяца вы поднимете это число, по 5, по 10 раз поднимая примерно до 200. Примерно так мы поднимали. К тому моменту, когда я подтягивался 35 раз, суммарно за тренировку делал где-то 200-250 раз. Примерно такая цифра у вас получится. Вот такая механика. Но главное запомните, вам нужно каждый подход работать вот в этом диапазоне, чтобы он был близок к максимуму, это количество. Когда вы будете делать уже там 5, 6, 7, 8, 9 подход, вы все равно должны быть здесь. 240 это в 4 раза у него тренировка по продолжительности увеличивается. По сравнению с тем, какой она была изначально. И если, допустим, даже если мы будем следовать его словам, тренировка полчаса, то в 4 раза эта тренировка уже будет занимать 2 часа времени, в течение которых он делает, судя по его же словам, только подтягивания. Это неэффективно. Наращивание чистого объема без увеличения интенсивности – это путь в никуда. То есть это примерно то же самое, что пытаться накачать бицепс, поднимая ложку в течение, там, чайную ложку в течение нескольких часов. Да, у вас будет огромный тренировочный объем, но из-за того, что будет низкая интенсивность, результат от этого будет никакой еще практически. Объем и интенсивность – это, в принципе, две взаимосвязанные вещи. Я не помню, делал ли я на канале ролик об этом, или еще только обещал его сделать. Вот, и поэтому, если вы хотите прогрессировать, вам нужно в первую очередь поднимать интенсивность, и только во вторую уже объем. То есть повышение объема должно быть следствием повышения интенсивности, а не наоборот. Иначе вы рискуете делать огромное количество пустых повторений, которые не будут вас развивать, но будут просто отбирать ваше время. Если вы выпадаете отсюда, например, делаете там десятый подход, а у вас меньшести подтягиваний, меньше, сделайте перерыв чуть-чуть побольше. Лично я не вижу, каким образом 6-7 повторений – это близко к максимуму, если максимум 15. И у него на картинке видно, что, в принципе, это рабочий диапазон, он сильно отстает от максимального текущего количества. Чуть-чуть, одну-две минутки накиньте. Вам нужно быть в этом диапазоне. Тогда у вас мышцы привыкнут долгое время находиться в таком рабочем формате. Будет подниматься выносливость, сила, и вы зайдете на эту цифру 35 раз, либо выше. В комментариях вы можете рассказать еще о том, как вы научились подтягиваться, как это было. Может, там во дворе в детстве, может, где-то на какую-то секцию, может, вы на крусвит сходили. Расскажите, где вы научились подтягиваться и как это было. Будет очень интересно, и почитайте истории друг друга. Да, напишите в комментариях, как вы научились подтягиваться, и где будет интересно поделиться историями друг с другом, почитать ваши истории. Что касается метода, да, да, он именно работает по тому же самому принципу, как и в беге. Он учит ваш организм в течение длительного времени находиться в состоянии вот этой вот активности, поддерживать это состояние активности, и затем, постепенно уменьшая время отдыха, все это приведет вас к одному длинному подходу. Просто путь будет очень долгий. Это нужно понимать. В целом, что по ролику? Методика, о которой говорит Александр, работает. Она не самая эффективная. Много лишней, бесполезной, противоречивой и антинаучной информации тоже в ролике есть, которую можно было бы из него выкинуть. В общем и целом, можно ли поднять по такой схеме с 15-35? Да. Сделать это за 3 месяца? Мне тебе повезет, но я бы ставил на больший срок 6 месяцев-год. Есть ли варианты более эффективно, как можно поднять количество подтягиваний? Да, есть. Если хотите, пишите в комментариях или попробуйте ту же схему 5 подходов, которые я рассказывал на канале, которая помогла огромному количеству людей уже увеличить количество подтягиваний. Она построена тоже по принципу увеличения объема, но увеличение объема идет вследствие увеличения интенсивности. Вы в каждом подходе стараетесь делать больше, выложиться на самый максимум, при фиксированных количествах отдыха, и, соответственно, объем растет из-за этого, а не сам по себе. То есть там нет никакого пустого тренировочного объема, который вот есть в тренировках Александра, которые длятся 2 часа. Тренировка моего методики 5 подходов длится гораздо меньше времени. Что? Что еще остается сказать, пока я тут окончательно не окалел? Большое спасибо тем, кто досматривает ролики до конца, ставит лайки, делится с друзьями, пишет комментарии в поддержку канала. Это все помогает нам потихонечку продвигаться. Отдельное громадное спасибо тем, кто поддерживает наш канал на сайте Boosty. Именно благодаря вашей поддержке у нас появилась возможность оплачивать работу монтажера. За несколько месяцев мы накопили достаточно средств, так что сейчас ролики будут выходить каждый раз, когда я буду их снимать, а не просто раз в неделю. Так что обязательно включите колокольчик, чтобы узнать о выходе новых видео. Предлагайте свои темы в комментариях, потому что у нас большой запас по роликам, и мы обязательно про все снимем, на все ответим, про все расскажем. С вами был Антон Кучумов, канал Street Workout. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok